Я могу ей только пожелать всего самого хорошего и, конечно, большой чистой любви. И, конечно, стажировку в ОТБ. Друзья, всем привет! Это дневник ФНТВ. Сегодня в гостях финансового университета топ-менеджеры Банка ВТБ. Будем говорить об экономике в банковском секторе. Давайте заглянем на мероприятие. Дневник ФНТВ. И есть возможность эту задачу масштабировать, и, собственно, в преддверии такого большого кастинга, который будет в феврале, мы договорились, что встретимся сегодня с вами, чтобы вам рассказать, что это будет и как это будет. И те из вас, кто готов сднуть, попробовать, кто себя видит в будущем сотрудникам такого достойного банка, второго по величине банка нашей страны, то вы будете иметь возможность к этому подготовиться. Я считаю, что действительно у нас очень похож дух организации, финансового университета и ВДБ, наверное, главным образом, потому что мы решаем очень крупные, я бы сказал, государственные задачи. И проявить себя на этом бомбе, это тоже большой вызов для молодых людей, для будущих профессионалов. И мы вот с таким отходом и с такой идеологией создавали нашу базовую кафедру. Главное, что получается комплексный взгляд, который, безусловно, важен для будущих специалистов, потому что эрудиция, способность как высоко взлетать для того, чтобы видеть задачу в комплексе, так и глубоко гружаться в детали, очень важно. А вот в соответствии с этими принципами мы и проводим все наши мероприятия и активности. Приглашаю вас, будем очень рады видеть и надеемся, что станем коллегами. Все равно, если проанализировать всю статистику нашего взаимодействия со студентами, то, в общем, очевидно прослеживался тренд, который из года в год только укрепляется. Финансовый университет является для нас, в общем-то, опорным вузом. Это естественный образом вытекает из специфики того, чем занимается наша организация, но не только. Это все-таки, конечно, еще и качество образования, которое как раз позволяет нам, как одному из крупнейших работодателей, опираться на ту подготовку, которая нас очень удовлетворяет, как именно выходные условия для того, чтобы в дальнейшем с этими молодежью могли работать очень плодотворно. Что же вы можете для себя в плане возможности взять от ВТБ? Наверное, стоит начать с того, что у нас достаточно большая линейка стажировок. Все стажировки оплачиваны. Вы слышали, что есть различные стажировки и практики. Практика – это бесплатный процесс в рамках вашего образования. Стажировка – это то, за что ВТБ готов платить деньги. За ваш труд. Ну, знаете, такое мероприятие было грех не посетить. Приехали делегации из ВТБ, очень интересно рассказывали нам про возможности стажировок, разные программы, разные новые возможности. Для меня, как студента четвертого курса, это все очень актуально. И, соответственно, я надеюсь, что пройду на одну из возможных стажировок. Спасибо большое ВТБ, что приехали. Во-первых, мы узнали об отличительных чертах Банка ВТБ от его конкурентов. Во-вторых, нам рассказали, в каких областях и на какими отраслями работает Банк ВТБ, о его, естественно, лидирующих качествах. Также мы узнали очень много новой информации по поводу новых различных офисов и стран, в которых Банк ВТБ открылся и запустили свои новые проекты. В рамках дисциплины международный кредит и международная банковская деятельность мы с ребятами четвертого курса факультета МЭО пришли на встречу с Банком ВТБ. Ребята, скажем так, углубляют, получают практические знания. Ну и сейчас мы пойдем с ними обсудим все, что они узнали, и посмотрим, попробуем применить это уже, скажем... Совпадет ли теория с практикой. Да, поэтому будем дальше посещать такие мероприятия. Спасибо, что приходите и помогаете нам в учебе. Мы любим такие случайные совпадения. У нашей корреспондента Анны еще и день рождения сегодня. Корреспондент Анна является моей по совместительству лучшей подругой, поэтому я могу ей только пожелать всего самого хорошего и, конечно, большой чистой любви. И, конечно, стажировку в ВТБ. К этому сегодня мы решили подготовить вот такой подарок для днём рождения. Спасибо большое! 21 год. Очень приятно, что мои друзья не забывают о том, что у меня день рождения, еще и такое мероприятие. Спасибо большое! Ну вот вам в подарок. Будьте такой же богатой, как в ВТБ. Спасибо большое! До свидания! С вами была корреспондент Анна, и это был дневник... Я забыла, о чём было. С вами была корреспондент Анна, и это был дневник FN TV. До скорых встреч! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...